Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, мою задачу несколько облегчил коллега-садокладчик по метастатическому поражению тел позвонков, поэтому я останавливаюсь только на тех аспектах, которые в первую очередь касаются темы именно эндопротезирования. В структуре заболеваемости мы преимущественно работаем на метастатическое поражение, то есть по данным разных данных литературы от 96 до 98, иногда 95% это метастатическое поражение. Соответственно, соотношение первичных к метастатическим составляет порядка 1,25. Я не буду останавливаться по этой же причине об актуальности, но преимущественно поражается на 70% грудной отдел позвоночника в меньшей степени поражается поясничный, реже шейный отдел позвоночника. Естественно, это объясняется в первую очередь особенностями кровоснабжения, наличием артерии Адамкевича, которая отходит от самой аорты, поэтому в этом будут причины именно поражения грудного отдела. Обратите внимание, от 10 до 20% пациентов с вертебральными метастазами развивается клиника компрессии спинного мозга. В первую очередь это является абсолютным показанием для хирургического лечения, и у 10 до 30% первыми проявлениями злокачественного опухоли является поражение всего тела позвонка, которое, как правило, начинается в данном случае, если мы говорим об эндопротезировании, с поражением самого тела. Вопросы хирургического лечения опухоли позвоночника или эндопротезирования – это многогранная проблема, и она с точки зрения эндопротезирования – это только вершина айсберга, потому что существует еще кроме этого нейрохирургическая составляющая с точки зрения декомпрессии спинного мозга и улучшение качества жизни пациента для того, чтобы дать возможность получать химио-лучевое лечение, и ортопедическая составляющая – это вопросы стабильности позвоночно-двигательного сегмента, опять же отсутствие болевого синдрома и качество жизни онкологического пациента. Типичное расположение – это задняя половина тела позвонка, и задние элементы тела позвонка в 20 раз чаще поражаются, в первую очередь это за счет, наверное, содержания губчатого вещества, наличия большого количества анастомозов, сплетений, ну и самой площади тела позвонка. Соответственно, чаще развивается и компрессия спинного мозга. Это то, что я говорил. Наличие компрессии спинного мозга – это абсолютное показание. А также наличие солитарного очага – это показание для выполнения резекции тела позвонка единым блоком и с последующей заменой эндопротеза. Если взять немножко историческую справку, вернуться 30 лет назад, в данном случае использовались так называемый вентральный спондиладез аутотрансплантантом. Значит, он имел свои достатки, имел свои преимущества, имел свои недостатки. Естественно, это сопровождалось и вывихом, и переломом, и несостоятельностью спондиладеза, и вторичным поражением опухолями, опухолью самого аутотрансплантата. Потом необходимостью использования наружных фиксаторов, длительного постельного режима. И в результате можно было видеть вот такой неоартроз с нестабильностью, с патологическим шатом на этом уровне, с развитием вторичного кифоза. Поэтому первым этапом к развитию эндопротезирования в онковертебрологии это было развитие вентральных пластин, которые были как одностержневыми, двухстержневыми, пластинчатыми. Это привело к тому, что постепенно в 1987 году впервые была поставлена пластина, дальше были этапы развития, и на сегодняшний день с учетом анатомических образований в грудном, шейном, поясничном отделе, с наличием добавочных сосудов и техники выполнения переднего спондиладеза, которая в принципе стандартна при эндопротезировании, она стандартна как при передней декомпрессии, переднем карпарадезе. То есть выполнить на грудном отделе можно с уровня, с переднего доступа до, с уровня TH2 и практически выполнить полноценное эндопротезирование до уровня L4. Шейный отдел с уровня C3 до C7 включительности с учетом анатомического положения. Положение пациента стандартное, и здесь единственное, что интраоперационно обязательным условием является наличие ОПКонтроля. 19 пациентов на сегодняшний день опыт работы за два года, которые работает наше отделение, в возрасте от 36 до 38 лет, шейный, грудной, поясничный отдел. На сегодняшний день мы используем эндопротезы белорусского производства. Вы видите, они имеют телескопический механизм и с возможностью использования аутопластики, а также наполнением самого эндопротеза препаратами для местной химиотерапии. Типы размера могут быть разные, причем я повторяю, что за счет телескопического эффекта можно заместить даже два тела позвонка. В качестве клинических примеров вы видите метастаз рака почки С3. После предварительной интраэмболизации метастаза выполняется передняя декомпрессия в пределах здоровых тканей в шейном отделе и замещение его телескопическим эндопротезом. Хондрома С4 аналогично после операции вы видите удаленное тело и наличие эндопротеза. Метастаз рака предстательной железы С6 удаляется тело, замещается протезом. Метастаз рака легкого Т8 грудной отдел. Декомпрессия, восстановление высоты тела позвонка замещается аутопластикой в сочетании с локальной химиотерапией. Варианты операции Грюнвальда. Это когда поражается верхушка легкого с боковой массой тела позвонка и единым блоком удаляется трансторакально, частичное тело позвонка, реберно-позвоночное сочленение и верхушка легкого замещается также эндопротезом. Метастаз рака легкого в Т10 позвонка. Наличие, видите, состояние протеза. Метастаз рака молочной железы Т10-Т11. Это тот случай, когда единым блоком можно удалить сразу два тела позвонка и заместить его эндопротезом. Метастаз рака молочной железы. С переднего хирургического доступа выполняется торакофренолюмботомия, удаляется тело позвонка, эндопротезирование. Гистеоцитоз ХЛ1 позвонка. Аналогично. Метастаз холангиоцеллюлярного рака печенью в Л2 позвонка. Метастаз рака теломатки. Л3 позвонок. При изучении ближайших результатов установлено, что практически у всех пациентов имеется положительная неврологическая динамика, уменьшение болевого синдрома. Причем сочетание эндопротезирования с аутопластикой позволяет создать достаточно оптимальные условия для формирования костно-фиброзного блока и создает условия для продолжения специального противоопухолевого лечения. Пациенты вертикализированы на 3-5 сутки без наружной иммобилизации. Эти пациенты имеют возможность в дальнейшем получать химио-лучевую терапию. Естественно, качество жизни при этом значительно улучшается. Таким образом, данная методика позволяет одноэтапно, то есть без задней стабилизации, выполнить удаление патологического очага и, соответственно, практически полную стабилизацию с переднего хирургического доступа. Спасибо. Сергей Владимирович, вопросы, пожалуйста, у кого возникли. Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, по поводу использования аутокости, вы во всех случаях ее используете для спонилдеза? Аутокости используются в том случае, когда мы удаляем солитарный очаг и уверены в том, что удаление тела позвонка происходит в пределах здоровых тканей единым блоком. Тогда устанавливаем аутокости. То есть решение во время операции принимается? Не расслышал. А решение принимается во время операции? Да, конечно. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо. Есть. Мамед Джоаннович. Я хотел бы спросить. У вас отделение вертебрологии или на базе вашей клиники? Я поясню. Значит, два года назад на базе клиники РНПЦ-онкологии открылось нейрохирургическое отделение. Значит, это отделение 40 коек опухоли головного мозга и 20 коек вертебральных для позвоночника. В онкологии. В онкологии, да. Территориально это база нашего отделения. Нас перевели в другое место, скажем так, да. Но носит название официально. Это онконейрохирургическое отделение с палатами вертебрологии. И там лечатся пациенты эти и эти. На одном. Спасибо. 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 Спасибо.